СТАТЬЯ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА На информационном портале Донецкое агентство новостей О Донфильме стало известно не так давно, хотя команда трудится с 2016 года В 2019 они заявили о себе необычным ярким проектом «Замысел» И судя по всему, решили сделать в краю терриконов нечто небывалое Классический донецкий памятник, слава шахтерскому труду При этом на ладони горняка не уголь, а сгусток света Чистая энергия, от которой светло и тепло Она преображает труду в сталь и приводит в движение механизмы Суть, смысл угля, а может и всего Донбасса Так выглядит логотип студии Донфильм Именно его впервые увидели зрители в 2019 году Когда после долгих трудов лента «Замысел» попала на экраны Примечательно, что «Замысел» не эксплуатирует тему войны в Донбассе И вообще отходит от реализма как такового События современности в нем безусловно обыгрываются Но не напрямую, посредством намеков и символов Чтобы их понять, нужно быть внимательным и вдумчивым Эрудиция тоже не помешает Артхаусная притча Интеллектуальная фэнтези Это можно называть по-разному Но режиссер ленты, основатель Донфильма Дмитрий Зочий Сам обозначил жанр «Фильм Трикстер, я так это определяю» Говорит он Нет такого жанра? Но ведь определение триллер, например, тоже кто-то изобрел «Трикстер» Фильм «Скоморох» Слезы сквозь смех и смех сквозь слезы Масса загадок Так делают скоморохи или еродивые Есть что живое Есть что живое Всяких полно Живых мало Чего так кричать? Не стремлюсь, чтобы все было понятно Если зритель хоть что-то понял Хорошо Не понял Прекрасно Цели у меня нет такой Объяснять Если все понятно То и думать не надо А хочется, чтобы люди думали На самом деле замысел Это цикл фильмов Из которых снят пока только первый Он называется «Вышний ярус» В основе Фабула о путешествии ребенка в другой мир Она не раз использовалась главным образом в литературных сказках Ближе всего тут, наверное, Алиса в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла Вот где сплошное трюкачество Эту сказку действительно невозможно понять до конца А заложенные в нее загадки и символы Породили множество теорий Они называют это дейжавю На самом деле все, что происходит сейчас И будет происходить, уже произошло и записано Только мы этого не знаем Память отключена В системе время от времени происходят сбои Я предпочитаю лимитировать эпоху матрицы очередным системным сбоем И в таком случае это уже шестая версия Информация просачивается в виде вспышки воспоминаний Ты уже понимаешь, что при системном сбое Нестабильны решения самых элементарных уравнений Дежавю Вот и все А теперь почувствуйте, что такое настоящее дежавю Весь фильм соткан из таких дежавю Замысел – это постмодернистская головоломка Состоящая из не просто подвергнутых деконструкции Но разобранных на атомы Хорошо перемешанных и смонтированных Заново произведений искусства и народного творчества Легенд и мифов Философских и эзотерических текстов Политических лозунгов И кто знает чего еще Фильм показывает, что на мировоззрение людей Могут влиять самые разные смыслы Кто-то руководствуется классической философией А кто-то словами из бумера Не мы такие Жесть такая Каждая фраза, каждый кадр Цитата или отсылка к чему-то Эта насыщенность смыслами Может отпугнуть тех, кто воспринимает кино Как веселый аттракцион На высшем уровне управления Те немногие Различающие символы Имеющие доступ к смыслам Они регулируют план И исполняют замысел После первого просмотра У меня было, наверное, часа полтора Адаптации к окружающему миру Говорит донецкий рок-бард Григорий Грин Лазовский Исполнивший в фильме роль звездочета Нечета Это произведение не угнетает Не подавляет Но взбудораживает И придавливает своей масштабностью Фильм плотный по концентрации В нем разных идей Очень насыщенно информационно и эмоционально Замысел заставляет включить мозг И соотносить мысли со своими эмоциями Это, по сути, шоковая терапия Извечный вопрос Что делать? Поймите замысел Расставьте символы правильно Фильм не церемонится с тобой Сразу дает тебе пинок И ты либо включаешь голову И начинаешь думать Либо категорически отказываешься это делать Говоришь Что за мура? И прекращаешь смотреть Видел я во время показов Как некоторые люди выходили из кинотеатра В первые 20 минут Видимо, ждали чего-то развлекательного У других зрителей Наоборот Возникает желание пересмотреть фильм Не раз и не два Чтобы понять и разобраться Но шанс-то есть Это же не конец В вышнем ярусе Необычная по цветовой гамме Но при этом качественная картинка Много и компьютерных спецэффектов Трудно поверить, что фильм снимался на фотокамеру А большинство участников съемочной группы Включая самого режиссера До этого не имели никакого отношения к кинопроизводству Я до замысла не снимал кино Не получал режиссерского образования И даже фильмов толком не смотрел Признается Зочи Был некоторый опыт создания клипов Всему учился сам В том числе монтировать Делать компьютерную графику В начальных титрах замысла сообщается Без поддержки министерств и администрации Двухчасовая лента сделана энтузиастами Которые не только трудились бесплатно Но и тратили на съемочный процесс свои средства Ни государства, ни частные компании Не оказывали помощи С другой стороны Никто не влиял на съемочный процесс Благодаря чему фильм получился По-настоящему независимым У нас нет отдела кадров Все на добровольных началах Говорит создатель Донфильма Люди сами обращаются Говорят, что могут выполнять Ту или иную работу Вот например Толик Глазунов Не только сыграл в фильме Но и назначил себя продюсером замысла И с этой работой отлично справился Все, что мы здесь за века настроили Цветами пахнуть никак не может Донецкий рок-музыкант Анатолий Глазунов Он же Мям Сыграл в ленте персонажа Обозначенного в титрах как заключенный Глазунов говорит, что небольшой актерский опыт У него был До войны играл в любительской постановке По запискам психопата Венедикта Ерофеева Роль в замысле Его дебют в кино Мы с Димой Зодчим давно знакомы В семнадцатом году я был в Донецке Встретился на концерте с Салкиным Салим Салкин Второк-музыкант Солист донбасской панк-группы День Трифидов В фильме «Замысел» Свой Он мне сказал Мы фильм снимаем Большой, полнометражный Ты тоже нам нужен Так я в Донфильмы попал Рассказывает Глазунов Играть особо и не пришлось Просто вошел в состояние персонажа Мне предварительно Дмитрий прислал текст Я прочитал и понял, что персонаж выполним Мы приехали на место съемок Это был угольный сарай Там уже факелы горели Я зашел, попросил всех удалиться И полчаса меня не трогать В одиночестве там посидел Заодно и грим сам себе нанес Потом вышел на свет По глазам меня как резануло И говорю ребятам Я готов, можно снимать А они мне О, а ты уже в образе Зашли и сняли без репетиций Потом решил, что потяну работу продюсера Организатора показов По России в фильм возил Тише Забудь это слово Какое? Ну вот это Последнее Которое ты имел Неосторожность произнести Абрикосы что ли? Весь фильм снят в шахтерские окрестностях За отсутствием студии съемки велись в квартирах, сараях, заброшенных домах, на проселочных дорогах, в степи и посадках Те, кто смотрел замысел, наверняка обратили внимание на скалы Чтобы их снять не нужно ехать в Крым Своими скалами славится Зуевский ландшафтный парк А конкретно эти сняты между Шахтерском и Зуевкой Употребить до начала битвы конца Просрочено Летом 17-го мне написал Дмитрий Зочи Мой знакомый еще с довоенных времен И предложил поучаствовать в фильме Вспоминает Лазовский Он живет в Шахтерске Съемки проходили там же И совпало как раз с тем, что под Шахтерском тогда проходил музыкальный фестиваль Я заехал к Дмитрию Мы посидели, поговорили Он показал мне уже наработанные моменты Мне понравилось то, что я увидел Понравилась та роль, которую он мне предложил И я согласился Съемки проводились в том же году По-моему в июле Мы за один день осняли все мои эпизоды У меня уже был театральный опыт Но я понял, что сниматься в кино Это несколько другая практика Сам процесс мне понравился Изюминка еще была в том, что полного сценария Дмитрий не показывал Только мои сцены Но я доверился ему Потому что давно знал этого человека И был уверен, что он ничего плохого сделать не может У Зодчего хорошее чутье в том плане Что он подбирает людей на роли в соответствии с их характерами Поэтому изображая нечто Я не напрягался, а практически был собой Всего в вышнем ярусе снялось около полусотни человек Не только из Донбасса Было немало сложностей, рассказывает пресса Таше Донфильма Катерина Лашина В частности, трудности со съемками в темное время суток И вообще, в 16 и 17 годах, когда человек появился с камерой и начинал что-то снимать Это вызывало подозрения Поэтому после нескольких неприятных ситуаций Приходилось как-то осторожничать Естественно, были сложности финансовые Иногда не хватало средств даже на бензин, чтобы выехать куда-то на локацию Поэтому выбирались для съемок самые близкие территории к проживанию Благо, в окрестностях Шахтерска много мест красивых Без профессионального оборудования съемки и постпродакшн растянулись почти на 4 года По словам Зодчева, снятые на фотокамеру кадры кропотливо обрабатывались Многое приходилось доснимать В 2019 году замысел наконец-то добрался до зрителя Итак, Анатолий Глазунов выступил в качестве продюсера замысла При организации тура по России цель была поставлена масштабная Ни один город, ни два, ни пять Он хотел, чтобы география была как можно более широкой Было порядка 25 городов Не только региональных центров Разных, вспоминает Глазунов Все делалось по интернету Заходил в поиск, искал какие-то киноклубы, какие-то помещения Кто-то по знакомым, что-то вслепую по регионам, где никого нет Хотелось изначально еще больше, чем вышло в итоге Но где-то отказывались, где-то киноклубы закрывались из-за административных вопросов С другой стороны, у каждого клуба есть своя аудитория Свой приход И если уж договорился, то публика наверняка соберется Это можно сравнить с советским форматом квартирников Когда поэты и музыканты по стране ездили и подпольно выступали Только тогда интернета не было Работала голубиная почта И приходило ведь много Квартиры трещали от количества людей Вот это был андеграунд Твоих интересов рассказать все, что ты знаешь Я много знаю Долго рассказывать А мне домой пора Замысел был показан в ДНР В Донецке и Горловке На сеансы приглашали тоже в основном своих Были показаны и в кинозалах Чехии А вот фестивальная судьба фильма сложилась достаточно интересно На третьем международном русском кинофестивале Лента стала лауреатом в номинации Экспериментальный фильм Известный чешский международный кинофестиваль в Карловых Варах Тоже был готов включить замысел в основную конкурсную программу Но тут вышла заминка Сначала организаторы фестиваля восприняли фильм замечательно Рассказывает Зочи Говорили, что это новый Тарковский Но потом стали извиняться и объяснять Что не могут принять нашу заявку Из-за политики Предлагали убрать упоминание ДНР И использовать другое название студии Не Донфильм Причем не настаивали, что студия должна быть именно украинской Говорили, что любой российский город подходит Например, Ростов или Таганрог Но я не захотел отказываться от Донбасса И от названия нашей студии ради фестиваля Хорошо сказал Ты нам подходишь Чего? С 20-го года фильм выложен в свободном доступе в сети Сегодня фильм «Замысел» посмотрели жители многих стран Говорит Лашина Не хочу громких слов, но можно сказать, что его знают во всем мире Потому что отзывы идут отовсюду И пресса иностранная интересуется К нам и голландские журналисты обращались И германские Из Америки тоже писали Поэтому Донфильму нужно дальше только повышать планку И достойные фильмы снимать В этом нам очень поможет студия Строительство которой сейчас активно ведется Жители Шахтерска озадачены На окраине города кто-то занял давно заброшенную стройплощадку За считанные месяцы рядом с запущенным постепенно разрушавшимся недостроем Выросло новое здание На воротах площадки надпись «Донфильм» Киностудия? Ну кто ж в такое поверит? Понимание того, что Донфильму нужно свое помещение и съемочный павильон Пришло во время работы над первой частью замысла «Когда у студии нет дома, возникает много сложностей И сам процесс идет медленно», — говорит Зочи Только не было до конца ясно, что лучше Занять и реконструировать заброшку Или построить все заново Весной этого года решил, что надо построить Здание возвели всего за три месяца В начале августа здесь был котлован Для этого пришлось выкупить и разобрать другую заброшенную постройку Местные отнеслись к нашей активности неоднозначно и настороженно Версии разные, от военного объекта до церкви баптистов А еще слышал, люди говорят Вот увидите, скоро здесь мерседесы ездить начнут Но мы и сами порой подкидываем им идеи Все, кто это затевают, затевают вот это все Этим людям я адресовываю Да играйтесь! Деньги на строительство были собраны благодаря зрителям Средства слали главным образом из разных регионов Российской Федерации А также из ДНР и ЛНР Кроме того, помогали жители Франции, Германии, Голландии, Великобритании, США и других стран Сейчас получено и уже вложено в стройку более 6,5 миллионов рублей Это больше минимума, который требовался создателям студии на начальном этапе Но впереди еще немало затрат Народные сборы продолжаются на сайте Донфильма На, мужик, возьми, спасибо тебе Не, много Могу нажраться Так у меня меньше нету Придется нажраться Поняли? Кроме сбора средств Нам регулярно помогают наши друзья субботниками Рассказывает Лашина А еще по инициативе зрителей был создан стройотряд Ребята позвонили и сказали Мы приедем, придумайте для нас задачу Которую мы можем выполнить конкретно в этот день Они приезжают и помогают месить раствор, носить кирпичи В общем, выполняют разные подсобные работы Это люди со всей республики Донецк, Макеевка, Шахтерск, Зугрес, Торрес, Снежная, Старобешево и так далее На данный момент на стройке постоянно трудится бригада из 12 человек Но создается впечатление, будто намного больше Сквозь клубы пыли летят искры Всюду сверлят, пилят, сваривают Не забывая между делом шутить и смеяться В общем, работа кипит Зодчий лично участвует в строительстве и направляет процесс Само двухэтажное здание уже построено и остеклено Говорит создатель Донфильма Сейчас идут внутренние работы Студийный павильон будет примыкать к основной постройке Он тоже практически готов Осталось перекрыть Еще наладим тут отопление Это будет наш первый корпус В перспективе хотим освоить всю территорию По словам Зодчего Совсем скоро, возможно, уже в начале 2022 года В здании и павильоне Донфильма Будут созданы все необходимые для работы условия И начнутся съемки Многие из тех, кто посмотрел Вышний Ярус С нетерпением хотят увидеть продолжение И спрашивают создателей Когда оно будет? Ждавших вторую часть замысла Можно обрадовать В планах у Зодчего в построенной студии Первым делом начать съемки именно этого фильма Но тех, кто ждал продолжения приключений мальчики с Ги Придется огорчить Его история завершена Спасибо Скорее всего, в январе начнем снимать вторую часть замысла И актеры на главную роль уже подобраны Второй фильм в стадии продумывания Но уже сейчас можно сказать, что это совсем другая история С другими персонажами Говорит режиссер А мальчика с Ги не будет Да и в принципе порядка пяти лет прошло Вырос мальчик Кирилл Медведев теперь молодой человек Старшеклассник Ну рассказывай Ладно ли замарим или худо И какое в свете чудо Еще одна неожиданная новость заключается в том Что замысел больше не рассматривается режиссером как трилогия О чем заявлялось ранее Теперь фильмов в этой серии планируется снять больше Будет линейка замысел из многих фильмов Пока хочу снять хотя бы семь Делится планами Зочи Но там увидим, как будет идти Все может и поменяться По словам режиссера Технически новый фильм будет гораздо совершеннее Со студией начнет сотрудничать специалист по графике из Москвы Который будет обучать команду Донфильма созданию современных компьютерных эффектов Что касается актеров, то уже сейчас поступает много заявок на участие в фильме Причем большое количество из России Зочи не исключает, что в новой ленте появятся профессиональные актеры Чьи имена на слуху Но принцип отбора остается прежним Человек получит роль, если режиссер увидит в нем черты персонажа Актером Донфильма может попробовать стать каждый Отмечает свою очередь Лашина Для этого нужно заполнить заявку в нашей группе ВКонтакте Или на официальном сайте киностудии Только прошу, оставляйте ссылки на страницы с вашими фото или видео К сожалению, не все это делают Режиссер должен прежде всего увидеть вас, чтобы принять решение На Донфильме планируют снимать не только замысел И не только фильм из зодчего По словам Лашиной, сама концепция этой Донбасской киностудии Предполагает собрать на одной территории много талантливых людей Режиссеров, актеров, сценаристов, музыкантов, художников Студийный павильон уже совсем скоро позволит снимать несколько фильмов одновременно В перспективе же на территории Донфильма появится творческая деревня Со своей инфраструктурой Там будет парк, детская площадка, кафе, кинозал Концертная сцена, магазин, квартиры для проживания сотрудников и гостей студии Там же оборудуют цеха для производства костюмов, декораций, реквизита Уже сейчас есть немало людей, включая россиян, которые хотели бы не просто сотрудничать с Донфильмом, но и здесь жить Говорит зодчий Люди талантливые объединяются Потихоньку все соберутся в одном месте Я уже не раз говорил, моя цель не искусство как таковое Искусство это средство Цель создать новый уклад И как мне представляется, с помощью кино это сделать проще всего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok